Роберт Шекли «Красный император» Читает Александр Большишальский Только сейчас, когда собраны все факты, мы можем поведать подлинную историю недавнего эксперимента с искусственным разумом. Этот потрясающий опыт был поставлен двумя учеными Государственного университета штата Орегон. Надо отметить, что Государственный университет штата Орегон сомнительный эксперимент не финансировал, и деньги налогоплательщиков, как ошибочно сообщили некоторые издания, на него не расходовались. Все затраты взял на себя Этон Ванес. Орегон — это место, где пересекаются компьютерные технологии, большие деньги и человеческий интеллект. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Этон Ванес, владелец корпорации «Майкросиноптик», победоносной баскетбольной команды «Бигфут» и вообще умный и одаренный человек, решил профинансировать любопытный проект, способный расширить границы современной науки, а может быть, и принести прибыль удачливому инвестору. Выбор Ванеса пал на двух известных в университете ученых — Джона Гудерсона и Алика Акса. Ознакомившись с их трудами по компьютерной симуляции сознания и теорией взаимоотношений между мозгом и сознанием, Ванес понял, что не ошибся. Пригласив молодых людей на собеседование, он был, как обычно, прямолинейен. «Сегодня, ребята, я настроен филантропически. Что, по-вашему, можно сделать полезного с пятью-десятью миллионами долларов?» Гудерсон опешил, а более сообразительный Акс произнес. «Пятьдесят миллионов, мистер Ванес, для научного исследования не деньги. Вот если бы у нас было сто миллионов, мы бы смогли внести существенный вклад в теорию сознания». «Это действительно важное направление?» — спросил Ванес. «Да, чрезвычайно». «Результаты могут лечь в основу промышленного производства будущего», — добавил пришедший в себя Гудерсон. «А почему вы так думаете?» — спросил Ванес. «Если мы познаем физическую базу сознания», — пояснил Гудерсон, — «сопутствующие коммерческие разработки принесут неисчислимые выгоды. Представьте, что ваш автомобиль обладает разумом. Он сможет предупредить вас о поломке задолго до того, как случится авария». «Да, это полезно», — кивнул Ванес. «Представьте, что у вас разумная шашлычница», — подхватил тему Акс. «Она просигналит, когда мясо начнет подгорать». «Ммм, здорово», — воскликнул Ванес, слывший большим любителям шашлыков. «Разумный молочный бидон успеет подать сигнал, прежде чем молоко прокиснет. Это лишь первые пришедшие в голову примеры», — продолжал Акс. «Возможно, удастся создать имеющие сознание компьютеры», — сказал Гудерсон. «Или обладающих разумом баскетболистов», — добавил Акс со смешком, чтобы никто не подумал, будто он говорит всерьез. «Применений может быть очень много», — сказал Гудерсон. «Самое главное, может быть, нам удастся решить проблему, которая не дает покоя всем исследователям. Размножается ли искусственный интеллект?» «Даже Фрейд не знал ответа на этот вопрос», — заметил Акс. «И Платон не знал», — вставил знаток классики Гудерсон. «Меня устраивает», — кивнул Ванес. «Расскажите, как вы намерены работать?» Ответ Гудерсон заготовил заранее. «Мы построим модель человеческого мозга с силиконовыми микросхемами вместо нейронов и попробуем заставить эту модель думать». «Если нам это удастся», — сказал Акс, «значит, сознание имеет под собой физическую основу». «А если нет», — добавил Гудерсон, «теория бога из машины получит серьезный удар. Представьте, как возрадуется церковь». «Но вы выигрываете в любом случае», — заключил Акс. «За такие разработки можно получить Нобелевскую премию, не напрягаясь». Ванес обнял молодых людей за плечи. Этот жест хорошо знали все любители баскетбола. «Ладно, вы меня убедили, ребята. Я согласен». Дождавшись, когда Ванес ушел, Гудерсон спросил. «Ты что, в самом деле считаешь, что за паршивые сто миллионов можно построить модель человеческого мозга? По-моему, ты втянул нас в рискованное дело». «Не волнуйся», — ответил Акс. «Позавчера я видел Накамуру. Он уже собрал такую модель в своем подвале. Уверен, что за миллион он нам ее отдаст. Оставшегося хватит на два особняка в солнечной ривьере». В разговоре с Накамурой друзья не стали упоминать о сумме, которую пообещал им Ванес. Накамура это не касалось. Ему они сказали, что если он когда-либо надумает продать свое изобретение, пусть имеет их в виду. В ответ Накамура сдернул с прибора покрывала. Созданный им искусственный интеллект помещался в пластиковой коробке шириной в пять футов. Внутри она была напичкана силиконовыми чипами, которые Накамура покупал по дешевке на городской компьютерной свалке. Жена и дети Накамуры ночи напролет паяли по его чертежам бесчисленные проводки и, как оказалось, старались не зря. «Неплохо», — кивнул Гудерсон. «Только нейронов в мозге во много раз больше». «Да, конечно», — согласился Накамура. «Я добился нужного эффекта благодаря однофазному подходу». «А ну-ка объясни». «Человеческий мозг выполняет огромную работу. Он контролирует движение тела, высматривает опасность, реагирует на сексуальные позывы, следит за пищеварением, решает, за кого проголосовать и так далее. «Моей машине не надо делать ничего подобного. Я настроил ее на выполнение единственной функции — на сознательное восприятие красного цвета». «И у тебя хватило микросхем?» — спросил Гудерсон. «Ничего удивительного. В современных фотоаппаратах стоит всего одна микросхема, которая различает цвета куда лучше, чем мы с вами, так и в моей модели. Одна микросхема идентифицирует красный цвет, а все остальное обеспечивает сознательное восприятие красного цвета». «И что работает?» «Не знаю. У меня нет денег, чтобы закончить эксперимент. Надо еще пару тысяч долларов. Должна работать. Я исхожу из психофизического закона, согласно которому аналогичные абстрактные построения дают одинаковые формы сознательного восприятия, независимо от состава построения». «Слушай, звучит убедительно», — произнес Акс. «А мне всегда нравился этот закон. Давай-ка, заканчивай и привози свою коробку к нам. Настроишь, подготовишь к работе и получишь... Ого-го, сколько чистыми!» «Ну, чего скажешь?» «Вообще-то я рассчитывал на много». «Да перестань, мы даже не знаем, как твоя коробка устроена. Если она зависнет, мы останемся с самым большим в мире цветным телевизором». «Миллион». «Да?» «В среду вас устроит?» «Постарайся-ка во вторник». «Эй, минутку», — вмешался Гудерсон. «А как мы вообще поймем, что эта штука действует?» «Здесь не предусмотрен режим выхода». Накамура на секунду задумался. «Я полагаю, прибор можно оснастить простейшим декодером с микрофоном. Такие устройства выдают в больницах немым пациентам. Нервные импульсы преобразовываются в звуковые сигналы. Если у машины есть разум, она сумеет говорить. Но только про красный цвет — это ее единственное предназначение». «Ладно», — махнул рукой Акс. «Цена, правда, тоже вырастет». Тут же добавил Накамура. «На сто тысяч долларов». «Ладно», — проворчал Гудерсон. «Пошли-ка отсюда, пока этот тип не раздел нас до нитки». Накамура выполнил свое обещание. Во вторник на огромном грузовике прибор был доставлен по указанному адресу. Его установили в подвале Гудерсона. Эксперимент оказался довольно простым, как, впрочем, все великие эксперименты. Искусственный мозг подключили к розетке, а светочувствительный элемент направили на большую красную панель, которую Акс заблаговременно смастерил в своей лаборатории. Подключив голосовой прибор, ученые сели ждать результатов. Они надеялись, что искусственный мозг продемонстрирует сознательное восприятие цвета словами «красный», «какой красный» или «чем-то аналогичным». Но случилось, однако, непредвиденное. Машина смотрела, сенсоры мигали. Казалось, в сплетении тысяч микросхем зарождается мысль. Наконец, прибор произнес. «Ну, конечно, красный цвет, точь-в-точь, как мантия Красного Императора, которая была на нем во время аудиенции в главном дворце Салгустикана». Ученые изумленно переглянулись. «О чем это он?» – растерянно спросил Акс. «Понятия не имею», – пробормотал Гудерсон. «По идее, у него не должно быть никакой памяти». «Между тем он что-то помнит». «Сомневаюсь. Скорее всего, наша коробка начала фантазировать». «А разве машина способна на такое?» «Черт, ну, конечно, нет». «Тогда что же здесь происходит?» Между тем прибор продолжал. «В то утро Красный Император был особенно грациозен. Я помню, как он поднялся со своего ложа. На его крупном, слегка флегматичном лице светилась забота о моем благополучии. «Слушай, не иначе, как Накамура воткнул сюда что-то лишнее. Бесплатно. Держи карман шире». Красный Император склонился ко мне. Глаза его были полны сострадания. «Между тем, в облике властителя сквозило нечто тревожное. Невозможно до конца постичь мысли великих людей. Я насторожился, и он произнес...» «Просто бред какой-то», — воскликнул Акс. «Аппарат непригоден к использованию». «О чем ты говоришь? Мы обязаны его использовать». «Ты хочешь, чтобы мы стали посмешищем для всех ученых? Чтобы нас обвинили в шарлатанстве?» Гудерсон на минуту задумался, а потом кивнул. «Я согласен. Показывать эту штуку нельзя. Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю месяцев шесть повалять дурака, а потом объявить, что эксперимент не удался. Отрицательный результат тоже результат, к тому же он наиболее безопасен». И тогда Красный Император сказал «Заткнись!» — ряфкнул Акс и выдернул провод из динамика. Искусственный мозг запнулся и продолжил. «Странно», — сказал я тогда Императору. «Мне кажется, что цвет вашей мантии стал бледнее». Гудерсон выдернул второй провод. Машина замолчала. Ее погрузили на грузовик и отвезли в подвал Государственного университета штата Орегон. Больше об этом изобретении никто ничего не слышал. Споры о перспективах искусственного интеллекта не затихают. Иногда уборщицы жалуются, что по ночам в коридорах университета раздается зловещий шепот. «Вот что произошло между мной и Красным Императором. Очень симпатичный был человек для Императора. А еще я помню... Не иначе, как загадочная машина что-то пытается рассказать людям. Но никто не знает о чем. О разуме или о Красном Императоре. А может быть, совсем о другом? Рассказ второй. «Я и мои шпики». Никогда не представлял себе раньше, что на голову одного человека может свалиться столько забот и хлопот, сколько одолевая сейчас меня. Не так-то просто объяснить, как я попал в эту историю, так что лучше, пожалуй, рассказать все с самого начала. С 1991 года, по окончании профессионального училища, я работал сборщиком «Сфинкс Клапанов» на заводе фирмы «Космические корабли Старлинга». Местом своим я был доволен. Мне нравилось смотреть, как громадные космические корабли с ревом взмывают в небо и уходят к созвездию Лебедя, к Альфи Центавра, к другим мирам, о которых мы так часто слышим по радио и читаем в газетах. Я был молод, имел друзей, и передо мной открывалось блестящее будущее. Я даже был знаком с двумя-тремя девушками. Но все это ни к чему не вело. На заводе мной были довольны. Но я мог сделать гораздо больше, если бы не потайные кинокамеры, объективы которых были направлены на мои руки. Не подумайте, что я имел что-нибудь против самих кинокамер. Меня лишь раздражало и не давало сосредоточиться их жужжание. Я ходил жаловаться в ведомство внутренней безопасности. Я говорил им, «Послушайте, почему у всех установлены новые бесшумные кинокамеры, а у меня такое старье?» Но они ничего не захотели для меня сделать, они были слишком заняты. Затем мое существование стали отравлять тысячи мелочей. Возьмите, к примеру, звукозаписывающий аппарат, вмонтированный в мой телевизор. Сотрудники ФБР никак не могли его отрегулировать, и он гудел всю ночь напролет. Я жаловался сотни раз, я говорил им, «Послушайте, ни у кого этот аппарат так не гудит, а мой не дает мне ни минуты покоя». В ответ мне прочитали набившую оскомину лекцию о необходимости добиться победы в холодной войне и о том, что они не могут на каждого угодить. Такие вещи заставляют чувствовать себя неполноценным. Я стал подозревать, что мое правительство нисколько во мне не заинтересовано. Взять хотя бы моего шпика. Меня классифицировали как «подозреваемого группы 18», то есть относили к той же категории, что и вице-президента. Подозреваемые этой группы подлежат лишь частичному надзору. Но приставленный ко мне шпик считал себя должно быть кинозвездой. На нем всегда была пятнистая шинель и шляпа с опущенными полями, которую он, к тому же, надвигал на самые глаза. Это был худой и нервный тип. Из страха потерять меня, он буквально наступал мне на пятки. Ну что ж, он делал все, что было в его силах, чтобы справиться со своей задачей. И не его вина, что это ему не удавалось. Мне было даже искренне жаль его, ведь в таком деле как слежка, конкурентов хоть отбавляй. Но меня всегда стесняло его присутствие, как только я появлялся вместе с ним, причем я чувствовал его дыхание на своем затылке. Мои друзья хохотали до слез. Ха-ха-ха-ха-ха, Билл, шумели они, это что и есть единственное, на что ты способен. Моя девушка говорила, что у нее мурашки по спине бегают от одного его присутствия. Я, естественно, отправился в Сенатскую комиссию по расследованию и заявил, послушайте, но почему вы не можете приставить ко мне квалифицированного сыщика, чем я хуже моих друзей? Они ответили, что примут меры, но я понимал, что слишком ничтожен для них. Все эти мелочи довели меня до крайности, а спросите моего психолога, много ли нужно, чтобы свести человека с ума. Я устал от того, что меня постоянно игнорировали, от того, что мною пренебрегали. Именно в это время я начал думать о глубоком космосе. Там, за пределами Земли, раскинулись миллиарды квадратных миль пустоты, испещренной бесчисленным множеством звезд. Там каждый мужчина, каждая женщина или ребенок могли выбрать себе по планете вроде Земли. Там можно было подыскать местечко и мне. Я купил каталог светил Вселенной и потрепанный галактический пилот. Проштудировал от корки до корки учебник по гравитации и атлас межзвездного пилота. Наконец, я понял, что напичкан знаниями до предела и больше ни крупицы в меня не влезет. Все мои сбережения пошли на покупку старого космического корабля «Звездный клипер». Через швы этой развалины сочился жидкий кислород. Атомный реактор отличался поразительной капризностью, но двигатели были в состоянии зашвырнуть вас практически в любую точку бесконечного космоса. Все это превращало мою затею в довольно опасное предприятие, но в конце концов я рисковал только собственной жизнью. По крайней мере, так я думал в то время. Итак, я получил паспорт, синюю визу, красную визу, номерное удостоверение, пилюли от космической болезни и справку о дератификации. На работе я взял расчет и попрощался с кинокамерами. Дома я уложил вещи и распрощался с звукозаписывающими аппаратами. На улице пожал руку своему шпику и пожелал ему счастья. Я сжег все мосты, пути к отступлению больше не было. Мне оставалось получить лишь общую визу и я поспешил в бюро общих виз. Там я увидел клерка, загоревшего под искусственным горным солнцем, но с молочно-белыми руками. Он подозрительно оглядел меня. «Куда же вы желаете отправиться?» «В космос», ответил я. «Это понятно, но куда именно?» «Я еще не знаю», сказал я. «Просто в космос. В глубокий космос. В свободный космос». Клерк устало вздохнул. «Если вы хотите получить общую визу, вам надо яснее выражать свои мысли. Вы собираетесь поселиться на планете в американском космосе, а может быть хотите эмигрировать в британский космос, или в голландский, или же во французский». «Я не думал, что космос может быть чьим-то владением», ответил я. «Значит, вы отстали от жизни», сказал он с улыбкой превосходства. Соединенные Штаты заявили свои права на все космическое пространство между координатами 2ХА и 2Б, за исключением небольшого и сравнительно малозначащего сегмента, на который претендует Мексика. Советскому Союзу принадлежит пространство между координатами 3Б и О2. Есть также районы, выделенные Китаю, Цейлону, Нигерии... Я прервал его. А где же свободный космос? Такого нет. Совсем нет. А как далеко простираются в космосе границы? В бесконечность! Гордо ответил он. На минуту я остолбенел. Я никогда не представлял себе, что вся бесконечная вселенная может кому-то принадлежать. Но теперь это показалось мне вполне естественным. В конце концов, кто-то должен владеть пространством. Я хочу отправиться в американский космос, заявил я, не придав этому большого значения, хотя потом оказалось, что напрасно. Клерк молча кивнул и стал проверять мою анкету с пятилетнего возраста. Начинать с более юного возраста, по-видимому, не имело смысла. После этого он выдал мне общую визу. Когда я прибыл на космодром, мой корабль был уже заправлен и подготовлен к старту. Мне удалось взлететь без приключений. Однако по-настоящему я осознал свое одиночество лишь тогда, когда Земля превратилась сначала в маленькую точку, а затем и вовсе исчезла за кормой. С момента старта прошло 50 часов. Я производил обычный осмотр своих запасов, как вдруг заметил, что один из мешков с овощами отличается по форме от других. Развязав его, я вместо ста фунтов картофеля обнаружил в нем девушку. Космический заяц. Я застыл с открытым ртом. Ну, заговорила она, может вы поможете мне выбраться из мешка? Или вы предпочитаете завязать его снова и придать забвению этот инцидент? Я помог ей вылезти. Девушка оказалась очень симпатичной со стройной фигуркой, задумчивыми голубыми глазами и рыжеватыми волосами, напоминающими струю пламени от реактивного двигателя. Лицо ее, изрядно перепачканное, выдавало характер бойкий и самостоятельный. На земле я был бы счастлив отмахать миль десять, чтобы встретиться с нею. «Вы не могли бы дать мне чего-нибудь перекусить?» спросила она. «С самой земли у меня крошки во рту не было, если не считать сырой морковки». Я приготовил ей бутерброд. Пока она ела, я спросил, «А что вы здесь сделаете?» «Вы все равно не поймете меня», ответила она с набитым ртом. «А я уверен, что пойму», сказал я. Она подошла к иллюминатору и стала смотреть на панораму звезд, в основном американских, сиявших в пустоте американского космоса. «Я стремилась к свободе», сказала она наконец. «То есть...» Она устало опустилась на мою койку. «Может быть, вы назовете это романтикой?» Голос ее звучал спокойно. «Но я принадлежу к тем безумцам, которые темной ночью декламируют стихи и обливаются слезами перед какой-нибудь нелепой статуэткой. Я прихожу в волнение при виде желтых осенних листьев, а капли росы на зеленой лужайке кажутся мне слезами земли. Мой психиатр говорил, что у меня комплекс неполноценности». Она утомленно закрыла глаза. Я вполне понимал ее. Просидеть пятьдесят часов в мешке из-под картофеля это утомит кого угодно. «Земля стала раздражать меня», продолжала она. «Я больше не могла все это выносить. Казенщину, дисциплину, лишение, холодную войну, горячую войну, все на свете. Мне хотелось смеяться вместе с ветром, бегать по зеленым полям, бродить по тенистым лесам и петь». «Но почему вы выбрали именно меня?» «Потому что вы хотели свободы», ответила она. «Впрочем, если вы настаиваете, я могу вас покинуть». Здесь, в глубинах космоса, мысль эта была идиотской, а на возвращение к Земле у меня не хватило бы горючего. «Можете остаться», сказал я. «Благодарю вас, кротко ответила она. «Вы действительно поняли меня?» «Конечно», сказал я. «Но давайте сначала уточним некоторые детали. Прежде всего...» Тут я заметил, что она уснула прямо на моей койке. На губах ее застыла доверчивая улыбка. Я немедленней минуты обыскал ее сумочку и обнаружил пять губных помад, маникюрный набор, флакон духов Венера пять, книгу стихов в бумажном переплете и жетон с надписью «Следователь по особым вопросам ФБР». Я так и думал. Девушки обычно не ведут таких разговоров, а шпики только так и говорят. Мне было приятно узнать, что правительство по-прежнему не спускает с меня глаз. Теперь я не чувствовал себя таким одиноким в космосе. Мой космический корабль углубился в просторы американского космоса. Работая по 15 часов ежедневно, я сумел добиться, чтобы этот музейный экспонат летел как одно целое. Атомные реакторы не слишком перегревались, а швы в корпусе сохраняли герметичность. Мэйвис О'Дэй так звали моего шпика. Готовила пищу, вела хозяйство и успела расставить по всем углам миниатюрные кинокамеры. Эти штуки противно жужжали, но я притворялся, что ничего не замечаю. Но при всем при том, мои отношения с Мисс О'Дэй были вполне сносными. Наше путешествие протекало вполне нормально, даже счастливо, пока не случилось одно происшествие. Я дремал у пульта управления, вдруг впереди по правому борту вспыхнул яркий свет. Я отпрянул и сбил с ног Мэйвис, которая в это время как раз вставляла новую кассету с пленкой в кинокамеру номер три. «О, извините, пожалуйста», сказал я. «Ничего, ничего, все в порядке», ответила она. Я помог ей подняться на ноги. Опасная близость ее гибкого тела ударила мне в голову. Я чувствовал дразнящий аромат духов Венера пять. «Теперь можете меня отпустить», сказала она. «Да, конечно», ответил я, продолжая держать ее в объятиях. Ее близость туманила мне мозг. Я слышал себя как бы со стороны. «Мэйвис», прозвучал мой голос. «Мы познакомились совсем недавно, но...» «Что, Билл?» спросила она. Все плыло перед моими глазами, и на какое-то мгновение я забыл, что наши отношения должны быть отношениями шпика и подозреваемого. Не знаю, что бы я стал говорить дальше, но в этот момент снова вспыхнул и погас яркий свет. Я отпустил Мэйвис и бросился к пульту управления. С трудом удалось мне затормозить, а затем и совсем остановить мой старый звездный клипер. Я оглядел пространство вокруг корабля. Снаружи в космической пустоте неподвижно висел обломок скалы. На нем сидел мальчишка в космическом скафандре. В одной руке он держал ящик с сигнальными ракетами, а в другой собаку, тоже одетую в скафандр. Мы быстро переправили его на корабль и сняли скафандр. А моя собака, начал он. Все в порядке, сынок, ответил я. Мне очень неловко, продолжал он, что я вторгся к вам таким образом. Да забудь об этом, сказал я. Что ты делал на скале? Сэр, начал он тонким голосом. Мне придется начать с самого начала. Мой отец был пилотом, испытателем космических кораблей. Он геройски погиб, пытаясь преодолеть световой барьер. Недавно моя мать второй раз вышла замуж. Ее новый муж высокий черноволосый мужчина с бегающими, близко посаженными глазами и всегда крепко сжатыми губами. До недавнего времени он стоял за прилавком галантерейного отдела большого универсального магазина. С самого начала одно мое присутствие приводило его в ярость. Наверное, мои светлые локоны, большие глаза и веселый нрав напомнили ему моего покойного отца. Наши отношения день от дня становились все хуже и хуже. У него был дядя, и вдруг он умирает при очень странных обстоятельствах, оставив ему наш космический корабль и отправились на эту планету. Как только мы достигли пустынного района космоса, он сказал моей матери, Рэйчел, он уже достаточно взрослый, чтобы самому себе позаботиться. Мать воскликнула, Дерк, он ведь еще так мал. Но моя веселая мягкосердечная мать не могла, конечно, противостоять железной воле этого человека, которого я никогда и ни за что не назову отцом. Он запихнул меня в космический скафандр, дал мне ящик с ракетами, сунул фликера в его собственный маленький скафандрик и сказал мне, в наши дни такой парень как ты может отлично обойтись в космосе без посторонней помощи. Но сэр, пытался было я протестовать, отсюда до ближайшей планеты не меньше двухсот световых лет. Но он не стал меня слушать. Там как-нибудь разберешься, сказал он с гнусной усмешкой и выпихнул меня на этот обломок скалы. Все это мальчишка выпалил единым духом. Его собака фликер уставилась на меня влажными овальными глазами. Я поставил перед ним миску молока с хлебом, а сам смотрел, как мальчишка уплетает бутерброд с орехами. Когда с едой было покончено, Мэйвис отвела малыша в спальную каюту и заботливо уложила в постель. Я вернулся на свое место у пульта управления, снова разогнал корабль и включил внутреннее переговорное устройство. «Да проснись же, ты идиот несчастный!» услышал я голос Мэйвис. «Оставьте меня, дайте поспать!» отвечал мальчишка. «Давай, просыпайся, успеешь еще выспаться!» не отставала Мэйвис. «И зачем эта комиссия по расследованию прислала тебя сюда?» «Разве они не знают, что это дело ФБР?» Его дело было пересмотрено и теперь он относится к группе 10. «Ну хорошо, но я-то здесь зачем?» воскликнула Мэйвис. «Вы недостаточно проявили себя на предыдущем задании», ответил мальчишка. «Мне очень жаль, мисс, но безопасность прежде всего». «И они прислали тебя!» Мэйвис всхлипнула. «Двенадцатилетнего ребенка!» «Через семь месяцев мне будет тринадцать». «Двенадцатилетнего ребенка?» «А я так старалась, я занималась, прочла уйму книг, ходила на специальные вечерние курсы, слушала лекции». «Вам не повезло», посочувствовал он. «Лично я хочу стать пилотом-испытателем космических кораблей, и в моем возрасте это единственный способ набрать необходимое количество летных часов. Как вы думаете, он доверит мне управление кораблем?» Я выключил переговорное устройство. После всего того, что я услышал, я должен был чувствовать себя на седьмом небе, ведь за мной следили два постоянных агента. Это могло означать только одно. Я действительно стал персоной, да еще такой, за который необходим круглосуточный надзор. Но если смотреть правде в глаза, моими шпиками были всего лишь молоденькая девушка до двенадцатилетний подросток. Это, по всей видимости, были самые последние агенты, которых удалось отыскать в кадрах службы безопасности. Мое правительство продолжало по-своему игнорировать меня. Остаток пути прошел без приключений. Рой, так звали мальчишку, принял на себя управление кораблем, а его собака заняла место второго пилота и являла собой воплощение бдительности. Мэйвис по-прежнему кухарничала и хлопотала по хозяйству. Я все время заделывал швы. Более счастливую компанию шпиков и подозреваемых просто трудно себе представить. Мы нашли необитаемую планету земного типа. Мэйвис она понравилась, так как оказалась невелика, воздух был чист и свеж, а кругом простирались зеленые поля и тенистые леса, похожие на те, что описывались в ее книге стихов. Рой пришел в восторг от прозрачных озер и кое-где поднимавшихся холмов как раз с такой высоты, чтобы мальчишке было интересно и в то же время безопасно по ним лазить. Мы опустились на поверхность планеты и начали обживать ее. Рой сразу же проявил горячий интерес к животным, которых я извлек из холодильной камеры и оживил. Он сам себя назначил повелителем коров и лошадей, покровителем уток и гусей, защитником поросят и цыплят. Он так увлекся своими новыми заботами, что его доклады стали поступать в Сенатскую комиссию все реже и реже, пока совсем не прекратились. Да и трудно было ожидать чего-либо другого от шпика в его возрасте. Построив жилище и засеяв зерном несколько акров, мы с Мэйвис стали предпринимать долгие прогулки в соседний тенистый и задумчивый лес. Однажды мы взяли с собой провизию и устроили Мэйвис распустила волосы и они рассыпались у нее по плечам. Взгляд ее голубых глаз вдруг стал чарующе задумчив. В общем, она нисколько не походила на шпика и мне приходилось все время напоминать себе о наших официальных отношениях. «Билл?» позвала она. «Что?» спросил я. «Да так ничего». Она потянула к себе стебелек травы. Я не знал, что она хотела сказать, но рука ее оказалась рядом с моей. Наши пальцы встретились, руки сомкнулись. Мы долго молчали. Никогда в жизни я не был так счастлив. «Билл?» «Что?» «Билл, дорогой, мог бы ты когда-нибудь...» Я никогда не узнаю, что она хотела сказать и что я ответил бы ей. В этот самый момент тишину расколол рев ракетных двигателей. С высокого голубого неба спустился космический корабль. Эд Уоллес, пилот корабля, оказался пожилым седовласым мужчиной в шляпе с опущенными полями и в пятнистой шинели. Он назвался представителем фирмы Clear Float, занимающейся очисткой и дезинфекцией воды на различных планетах. Так как в его услугах мы не нуждались, он поблагодарил меня и решил отправиться дальше. Но далеко улететь ему не удалось. Двигатели взревели, но тут же смолкли с пугающей решимостью. Я осмотрел его корабль и обнаружил, что разорвало сфинкс-клапан. С помощью имевшихся в наличии ручных инструментов я мог изготовить такой клапан не раньше, чем через месяц. Ох, как нехорошо получилось, пробормотал он. Теперь придется сидеть здесь. Да, я тоже так думаю, ответил я. Он грустно посмотрел на свой корабль. Вот не могу понять, в чем здесь причина. Быть может, прочность вашего клапана несколько снизилась, когда вы пилили его ножовкой, сказал я и пошел к себе. Я-то заметил предательские следы надпила, когда осматривал двигатель. Мистер Уоллес сделал вид, что не расслышал моих слов. Вечером того же дня я перехватил его донесения по межзвездной радиосети, которая работала бесперебойно. Забавно, что учреждение, в котором служил мистер Уоллес, называлось почему-то не Клир Флот, а Центральное Разведывательное Управление. Из мистера Уоллеса получился отличный огородник, и это несмотря на то, что большую часть времени он шнырял вокруг, не расставаясь с кинокамерой и блокнотом. Его было более усердно выполнять свои служебные обязанности. Мы с Мэйвис перестали бродить по тенистому лесу, и как-то так вышло, что у нас не осталось времени для прогулок по желто-зеленым полям, и мы не могли закончить некий незавершенный разговор. Но, несмотря на все это, наша маленькая колония процветала. После мистера Уоллеса у нас были и другие визитеры. К нам прибыла супружеская пара из районной разведки, которая фруктов. За ними последовали две девушки-фотографа, тайные агенты разведывательно-информационного бюро, а после этого молодой журналист, который на самом деле был агентом Айдахского совета по космическим нравам. Как только наступал момент старта, у всех разрывало сфинкс-клапан. Я не знал, гордиться мне или стыдиться. За мной одним следило полдюжины агентов, но каждый из них был агентом второго сорта. Пробыв на нашей планете несколько недель, они неизменно становились отличными фермерами, а многоводные в начале реки их донесений постепенно превращались в слабенькие ручейки, пока в конце концов не пересыхали. Временами меня одолевали горькие мысли. Я казался сам себе каким-то подопытным животным, каким-то испытательным полигоном для новичков, которые могли здесь попрактиковаться перед серьезной работой. Шпики, приставленные ко мне, были или слишком молоды, или слишком стары, или очень рассеянны, или ни на что другое не способны, или просто неудачники. Я казался себе подозреваемым, за которым посылали следить агентов, уходящих в отставку с половинным окладом, каким-то суррогатом пенсии. Правда, все это не очень меня тревожило. Я занимал солидное положение, хотя и затруднился бы определить его. За все годы моей жизни на земле я никогда не был так счастлив, как сейчас. Мои шпики оказались приятными и дружелюбными людьми. Ничто не нарушало наш покой и безмятежность. Я думал, что так будет продолжаться вечно. Но вот в одну роковую ночь нашу колонию охватила необычайная суматоха. Были включены все радиоприемники. По-видимому, передавалось какое-то важное сообщение. Мне пришлось попросить некоторых шпиков объединиться с их коллегами, а часть приемников выключить, чтобы не сжечь генератор. Наконец, шпики выключили все приемники, и у них началось совещание. До глубокой ночи слышался их шепот. На следующее утро все собрались в гостиной. Лица их были вытянуты и мрачны. Мэйвис выступила как представитель всей группы. «Случилось нечто ужасное», сказала она. «Но сперва я должна раскрыть вам наш секрет. Билл, мы не те, за кого себя выдавали. Все мы тайные правительственные агенты». «Не может быть», воскликнул я, не желая задевать ничьё самолюбие. «Это так, Билл», продолжала она. «Мы все шпионили за тобой». «Не может быть», повторил я. «Даже вы, Мэйвис?» «Даже я». Вид у нее в этот момент был совсем убитый. «А теперь все кончено», выпалил вдруг Рой. «Это потрясло меня». «Почему?» Они переглянулись. Наконец, мистер Уоллес, мозолистые руки которого все время теребили поля шляпы, сказал. «Билл, последняя съемка и разметка космоса обнаружила, что этот район не принадлежит Соединенным Штатам». «А какому же государству он принадлежит?» спросил я. «Не волнуйтесь и постарайтесь понять суть дела», вмешалась Мэйвис. «Во время международного раздела космоса весь этот сектор случайно пропустили создавать ни одно государство. По праву первого поселенца эта планета и окружающее ее пространство радиусом в несколько миллионов миль принадлежит вам, Билл». Я был просто ошарашен и не мог вымолвить ни слова. «В связи с этим», продолжала Мэйвис, «наше пребывание здесь лишено каких-либо законных оснований. Мы улетаем немедленно». «Но, но вы же, вы не можете взлететь», закричал я. «Я не успел еще починить ваши сфинкс-клапаны». «У любого тайного агента есть запасные сфинкс-клапаны», мягко сказала Мэйвис. Я смотрел, как они уходят к своим кораблям и думал об ожидавшем меня одиночестве. «У меня не будет правительства, которое устанавливало бы за мной надзор. Не придется мне услышать в ночи чьи-то шаги за своей спиной и, обернувшись, обнаружить сосредоточенную физиономию никогда больше жужжание старой кинокамеры не будет ласкать мой слух во время работы, огудение неисправного звукозаписывающего аппарата убаюкивать по вечерам. И все-таки больше всего мне было жаль их, этих бедных, усердных, неуклюжих и неумелых шпиков, которым приходится теперь возвращаться в мир бешеных темпов, зверской конкуренции и голого чистогана. Где еще найдут они себе такого подозреваемого, как я или другую такую планету? «Прощайте, Билл», сказала Мэйвис и протянула мне руку. Я смотрел, как она направляется к кораблю Уоллеса, и вдруг до меня дошло, что она уже больше не мой шпик. «Мэйвис!» закричал я и бросился за ней. Она заспешила к кораблю, но я поймал ее руку. «Подожди, помнишь, я что-то начал говорить тебе еще в космосе, а потом здесь, на планете. Я тоже хотел сказать тебе». Она попыталась вырваться, и я совсем будничным голосом промямлил. «Мэйвис, я люблю тебя». В то же мгновение она оказалась в моих объятиях. Мы поцеловались, и я сказал ей, что ее дом здесь, на этой планете, покрытый тенистыми лесами и желто-зелеными полями, здесь, вместе со мной. Она немела от счастья. Увидев, что Мэйвис не собирается улетать, юный Рой тоже пересмотрел свое решение. Овощи мистера Уоллеса как раз начали созревать, и он почувствовал, что обязан остаться, чтобы присматривать за ними. И у остальных оказались неотложные дела на этой планете. Так я и стал тем, кем остаюсь по сей день, правителем королем, диктатором, президентом и кем только мне вздумается себя назвать. Бывшие шпики теперь толпами опускаются на нашу планету. Они прибывают не только из Америки, но практически со всех концов Земли. Для того, чтобы прокормить эту ораву, мне придется вскоре импортировать продукты питания. Но правители других планет начали отказывать мне в помощь, и они считают, что я подкупаю их шпиков, чтобы они сбегали ко мне. Клянусь, что я ничего такого не делал. Они просто прилетают и остаются. Я не могу подать в отставку, так как эта планета моя собственность, а отправить их обратно не хватает духу. Я дошел уже до предела. Все мои подданные бывшие правительственные агенты, поэтому вы могли бы решить, что я не встречу никаких затруднений при формировании правительства, но в действительности я не нашел никакой поддержки у них в данном вопросе. Я оказался единовластным правителем планеты, населенной фермерами, скотоводами и пастухами, так что во всяком случае с голоду мы не умрем. Но в конце концов не в этом дело. Суть в том, что я не представляю себе, черт возьми, как мне управлять, ведь ни один из них не желает быть шпиком и доносить на своих друзей. Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы прослушали этот рассказ. Если вам он понравился, то я предлагаю вам поставить лайк, подписаться и написать комментарий. Можно всего пару слов или даже смайликов. Все это очень помогает Ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим пользователям. Если вы желаете также поддержать канал, то вы можете это сделать по реквизитам в описании этого видео. Спасибо вам большое и до новых встреч.